В 2020 году в город поступило 42 новых автобуса, а трамвайный парк увеличился до 81 единицы. С начала работы новые автобусы успели перевезти уже 900 тысяч пассажиров, а на ранее проблемные маршруты теперь поступает меньше жалоб. В частности, на направлении микроэн Загорск, Сокол, дивизионы Забайгальские посели. Это связано с организацией работы автобусов, большей провозной способности, организацией новых транспортных связей, работа по расписанию. Работа по обновлению транспортного парка проводится по поручению президента России. Надеемся, что поручение президента будет исполнено, и мы получим дополнительные не только автобусы, но и трамвайы, как сегодня было озвучено. Для горожан это очень важно, чтобы муниципальный транспорт оставался основой пассажирских перевозок. Новые автобусы и трамваи – не единственная причина роста популярности общественного транспорта. На это повлияли акции «Четвертая поездка бесплатно», «Выходные за полцены», а также внедрение безналичной оплаты проезда. Так, четыре года назад только 3% пассажиров оплачивали проезд картой, а в этом году – 45%. Было проверено оборудование безналичного учета, то есть это тоже для нас крайне важно в подготовке к внедрению системы пересадочных тарифов льготных. Сейчас мы можем сказать, что за последние три года доля безналичных расчетов на муниципальном транспорте выросла значительно.